Олег, день добрый. Приветствую. Ты гремишь по всей России. Олег Абелев сказал, что если вы держите юань на московской бирже, то вам может быть больно. Гремлю, даже еще чем-то трясу, потому что действительно есть риски того, что никто от этих рисков не застрахован. Есть риски того, что возможны санкции со стороны даже теперь уже не США и Евросоюза, а самих китайских властей в отношении переживой пары рубль-юань. Я не говорю, что это обязательно должно произойти, но вероятность этого есть. А что будет, если у меня юань есть? Да и, собственно говоря, скорее всего, то же самое, что случилось на прошлой неделе с теми клиентами, у кого на брокерских счетах были валютные остатки в евро и в долларах. Они были конвертированы в конце на 13 июня по курсу рубли. То есть, очевидно, будет выбрана какая-то дата, будет установлен курс на эту дату, и по ней конвертация юаня в рубль произойдет. И последнее. Есть какие-то прогнозы у тебя? Какие последние? Ни хрена. Смотри, сколько аппаратуры. Это все моя аппаратура. Это я все купил. Я купил, я купил, я купил. Все, все мое. И вообще, вы его Андрея сказали. А скажи, есть какой-то прогноз по доллару? Вот что может быть с долларом? Ну, с точки зрения такого здравого смысла, пока видится диапазон 85-90 на ближайшие несколько недель. Возможно, даже на месяц-полтора. Потому что, в принципе, этот курс более-менее устраивает Минфин с точки зрения формирования доходной части бюджета. И более-менее устраивает экспортеров, которые эту доходную часть бюджета формируют. Если мы говорим про ценообразование валютных курсов в новых условиях, то я очень не люблю словосочетание «настоящая цена». После 12 июня разные СМИ стали использовать. А бывало, что не настоящие. Ну, ты расскажи, что будет. А я всегда говорю, что изменилось ценообразование валютного курса. А те факторы, которые на сам курс влияют, они не поменялись. Как влиял приток валюты иностранной в страну на курс, так он и продолжает влиять. Просто теперь, для того, чтобы справедливый валютный курс увидеть, надо посмотреть не в одно место, то бишь на биржу, а на несколько источников. И для себя сделать вывод в виде среднего арифметического. Давай я эти места назову, чтобы было понятно. Это официальный курс ЦБ в небежевой, который в 15-30 каждого дня у нас устанавливается. Это... Смотри, кабель полез. Синий кабель. Слушай, у тебя тут... Потрясающий кабель. Сам лезет. Ой, да, извини. У нас тут все автоматизировано. Да. Как лезет. Вот. Соответственно, второй источник это расчетные фьючерсы. Не с поставкой на рубль-евро. Доллар и рубль-евро. Третий источник это вечный фьючерс, так называемый, однодневный с автопрологацией. И четвертый источник это рынок Форекс. Вот с этих четырех источников можно взять примерно понимание курса, найти среднюю и, как любят говорить СМИ, настоящую цену-то и узнать. Я не спрашивал тебя про настоящую, я просто хотел спросить, а какой курс будет до наличного доллара, до простого москвича в конце года? Это хороший вопрос, задаешь, в стиле какая будет температура воздуха 31 градус. В конце года, да. Ну, хочется верить и надеяться, что в диапазоне примерно 85-90. Вот я отвечу так. Понятно. То есть нет смысла сейчас бежать и покупать доллары? Нет, нет никакого смысла, потому что, с одной стороны, понятно, что есть факторы, которые в пользу укрепления рубля работают, но нет никаких причин думать, что рубль будет укрепляться вот по этим же лекалам, как он укреплялся последние пару недель до конца года. Как прикольно, я приехал выступать, а по сути беру интервью у тебя. Ну, у тебя же не пробьешься. Как необычно все. Абсолютно. По поводу ОФЗ, что ты скажешь? Вот не пора покупать ОФЗ с фиксированным купоном. Ну, кстати говоря, исходя из того графика, который я видел по среднесрочному ОФЗ, по ценам, видимо, кто-то решил, что пора. Видимо, кто-то решил, что пора. Пора. Ну, это понятно. Вот у нас тоже, видишь? У нас, да, вот кабель, да, все, кара. Нет, не пора. По-кому же, да. Я думаю, что постепенно стоит покупать. Я думаю, что даже можно... Длинные? Можно? Даже среднесрочных, скорее, длинных нет. Что-то в расчете, наверное, 3-4 лет. Слишком длинные, наверное, я бы не стал покупать, ибо неопределенно слишком высоко. Но я думаю, что кто-то уже так же думает, как и мы с тобой, потому что последние 3-4 дня мы видим ощутимый график роста цены на среднесрочную ОФЗ. А у меня их мало. У меня в основном есть длинные, есть очень короткие. Ну, вот видишь, есть повод тебя... Есть пойти, да, по твою ответственность. Да, но по твоей ответственности длинные я, кстати, не советую. Нет, я средний. Ты же обещаешь средний. Длинных как раз нет. Нет, ты обещал, я бы сказал, что купи андрей средний, и все будет ушибись. Нет, ты сказал, что у тебя есть длинные, длинные как раз не очень интересно. А средний ты сказал купить? Да, 3-4 летки. И что ты думаешь будет со ставкой? Вот тут уже я видел ролик, блогер говорит... А Манька, Манька говорит вчера вечером, что шок может быть 20, ставка 26 июля. А она не является шоковым. Кстати говоря, с учетом некоторых доходностей по ряду эмитентов, причем с рейтингом 3А, да, таких, скажем, высококорпоративно надежных эмитентов, там уже доходности подходят к 18,5%, например. Поэтому 20-я ставка, это будет довольно четким сигналом ЦБ на то, что он будет и дальше жестко, в прокруст, в ложе пытаться загнать инфляцию. Не уверен, что это будет сделано. Есть точки зрения разные. Кто-то говорит, что вообще ставка останется без изменений, кто-то говорит про 20. Моя точка зрения, что, наверное, истина где-то посередине. Единственное, что точно могу сказать, что фактически решение по ставке ЦБ будет принимать за два дня до заседания 24 июля, когда выйдут последние ростовы. А не страшно покупать облигации, не зная решения? Покупайте флотер и выйдите. Нет, ну мы говорим, ты же зуб дал, что надо средний покупать. Слушай, надо диверсифицировать. Если у тебя одни только фиксы, то, конечно, страшно. Но так и долю фиксов сделай не очень большой в портфеле. Будет тебе счастье. По поводу акции. Летом бокова динамика? Ну, как правило, скорее, да, про август. Если говорим, если говорим про вторую половину июля, то скорее рост. А про первую половину июля скорее снижение. Объясню. Очень много имитентов тяжеловесов отсекают дивиденды в первой половине июля. Вот буквально в эти дни начинаются эти отсечки. А вторая половина июля – это традиционное реинвестирование дивидендов в рынок. И это поднимает индекс. Вот август, да, это как правило. Хотя мы узнаем с тобой, Андрей, что такое август для России. Вот это такой всегда такой месяц с огоньком, назовем это так. Вот, если он пройдет достаточно спокойно, то, скорее всего, август это будет боковик. Ладно, спасибо.